Мы сделали на фабрикаторе дротикомет с дротиками из флексипены. Так, а сколько нам дали дротиков? Вообще, я не планировала им пользоваться, только для необходимости в прохождении. К нам он пригодится опять же. У нас есть набор для улучшения оружия. Я хотела Келучемед улучшить. Вообще, я планировала им пользоваться в будущем, вместо ошеломителя. Но вот не знаю, вдруг он нам пригодится. Заряды для шокера. Их может быть утилизировать. Нет, я все-таки шокера утилизирую. Я не хочу столько оружия таскать. У меня есть Келучемед. И для того, чтобы на время обезвредить роботов, у нас есть 7 зарядов. Думаю, что мы будем еще их находить. Еще один нейромат сделали. Так, что я хотела установить. Сейчас посмотрим. У нас есть задание, связанное с ремонтом 3. То есть, нам нужно накопить нейромода, чтобы дальше идти по игре. Отремонтировать панель управления на производственном цеху, по-моему. Чтобы, по-моему, с помощью капсулы, которая там у них, закрыта в отсеке выйти. Тоже в открытый космос куда-то нам нужно будет отправиться. По-моему. Возможно, я ошибаюсь. Нам нужно прокачивать оружие выше первого уровня. Я уже потратила. Вот, видимо, когда заканчиваются патроны, для этого и нужна скрытность. Сейчас проверю, а дело в секьюрити внизу у нас есть пропуск. Так. И еще комната для пилотов. Мы ее не проверяли. У меня тоже есть код, по-моему. Я тут собирала, а пропустила. А внутри мы были, с другой стороны. Через ту комнату, по-моему, проходили. Видите, там разбито аквариум. Я там уже была. Отдел безопасности. Мы взяли с вами войти в пропуск. А они зашли сюда. Видите, здесь камеры наблюдения. Набор для улучшения оружия. Так, мы теперь можем второго уровня, по-моему, улучшить. Мощность, да. А нет, для этого нужен лаборант. Второго уровня либо гипсопушку либо пистолет. Понимаем, ащи. Так, для дротикомета у нас заряды. Что мы там еще взяли? Батареи для ошеломителя я буду на медь, то есть на минералы разбирать через утилизатор. Карта сектора. Это у нас экипаж, отмечен. Который живой. Который мертвый. А, местонахождение можно ведь найти. Смотреть, например, Беллами. Сейчас мы найдем с вами. Вот, психотроники. Второй пункт. Что-то его здесь нет. Что-то странно. Уже должен быть в отделе психотроники в отделе психотроники быть. на помощь скорее кто-нибудь. Это я, Нильс. Я не шучу. А про жизнь и смерть. На помощь это Нильс. Запланируйте периодическую настройку пропуска МЮ. От нас требует ежемесячно менять коды доступа. Шаблон все тот же. Морган спрашивает у нас текущий код. Спрашивает, был ли он затребован, или мы его выбрали. Затем просит новый код. Это необычно. Последний раз я при этом присутствовал и продиктовал код доктор Ю. В ответ только бессмысленный взгляд. А ведь это был код, который мы сгенерировали менее чем за неделю до этого. Может он просто проверяет нашу реакцию. Кстати, по поводу того, какую цель преследовал его старший брат, стерев ему память. Я немножечко напутала в своих догадках. Какая у него была цель. В общем, доктор Ю, наш главный герой, вызвался добровольцем в качестве установки нейромода себе. То есть, он вызвался испытуемым. Для того, чтобы протестировать нейромод, не обычный нейромод на какие-то улучшения способности, да, не обычный нейромод, а тот, который исследовали на мимиках. В том, как раз, в чем был заинтересован его брат Алекс, починить себе силу тифонов, фантомов и вот этих всех, и всех сущностей, которые обладают способностью мимикрия и другими психическими способностями, так это назовем. В общем, наш главный герой вызвался добровольцем, чтобы протестировать этот нейромод. И в результате обнаружился дефект, что когда устанавливаешь этот нейромод, у человека стирается память полностью, после чего его брат испугался, что наш главный герой отзовет все эти испытания, если его восстановят. Либо это глобальный дефект, то, что не прикасаясь Алекс, а именно дефект нейромода, стирла ему память при установке нейромода, либо он сделал так, чтобы этот день повторялся, чтобы наш главный герой не вмешался в дальнейшие исследования и не закрыл этот проект. А Алекс был очень сильно заинтересован, чтобы этот проект дальше продолжал функционировать и он был нацелен на то, чтобы выпустить эти нейромоды, возможно, даже в более-менее суровом виде. Он хотел, может быть, на испытуемых протестировать эти дефекты и в дальнейшем он хотел в себе внедрить такой нейромод. Он все-таки был весьма-весьма заинтересован в подчинении силы мимиков. Главные вот существа фантома или тифона. У них там разновидности разные. Тифон нейрофантазмус, по-моему, это вот главное существо, которым они проводили исследования. Вот. Мой взгляд был близок, но я добавила некое уточнение, чтобы не возникло непоняток по поводу того, как я увидела эту ситуацию. Ну, в общем, все равно он хотел его удерживать подальше от проекта. Поэтому, даже если бы доктор Ю обнаружил способ установить память, он сделал бы все возможное, чтобы этого не произошло. Поэтому он и не дал нам дослушать видеозапись января, который специально сам для себя записал, чтобы установить себе память. Мы нашли дробовик, который я так давно искала. Тактический дробовик наносит максимальный урон вблизи. Его эффективность резко падает на большом расстоянии. Но это оружие для ближнего расстояния. Я установила оружие. У нас здесь даже есть боеприпасы. И еще дополнительно взяли со стола выделенный отрывок из песни Девора в священных текстах эфиопских евреев. Так, здесь у нас сейф третьего уровня. Нужно сопровождение. У тебя, наверное, и так дело под завязку, но пришли, пожалуйста, кого-нибудь для задержания Деметрия Баузера. Он стал свидетелем несчастного случая и сейчас сильно потрясен. Мы не знаем, в каком состоянии его психика. Осмотри его, если нужно, изолируй на неопределенный срок. Надеюсь на твою осмотрительность, Алекс. Что-то проникло на станцию, вы знаете. Я ходила к доктору лечить бессонницу и все такое. Он прописал мне таблетки, но у меня все равно видение. Вечером после игры я делал уборку и увидел, как стул двигается сам по себе. Я не псих, вроде сами знаете кого. Я пишу вам, потому что сразу после тревоги слышал какой-то шум. Вентиляция над охраной. По-моему, там было что-то черное. Нам нужно с этим разобраться. Мне кажется, что на станции есть штука, про которую мы не знаем. Ильюшина, пожалуйста, приглядывайте за Екатериной Ильюшиной. Она выполняет свои обязанности, но в нынешнем состоянии представляет угрозу для безопасности, так что нам возможно понадобятся рычаги воздействия на нее. Это Екатерина. Она общалась с нашим главным героем. Возможно, у них был какой-то роман, либо какой-то взаимный интерес из-за субординации и из-за того, что они оба здесь работают. Они держали дистанцию. Это непозволительно возможно в рабочее время здесь, потому что очень серьезные проекты велись на этой станции. Огромные деньги сюда вкладывались, поэтому здесь очень строго. После рабочего дня я вижу везде бутылки, наверное, постоянно они отдыхали, гуляли, пили, создавали им условия, чтобы они тоже могли расслабиться после работы. Но в рабочее время это непозволительно. И, видимо, Алекс это все дело наблюдал со стороны и пришел к выводу, что она опасна, либо ее можно использовать. У нее должен быть доступ к собственному рабочему месту и помещениям для экипажа. Пожалуйста, не подпускать ее к лабораторию. Кроме того, фиксируйте все ее контакты с доктором Гальегас из лаборатории психотроники. Врачи подозревают, что у нее белый шум. Возможно, доказатель, что она подделала свои медкарты, будет достаточно. У нее будет доступ только к собственному рабочему месту и помещениям для экипажа. Кроме того, фиксируйте ее контакты с доктором Гальегас. Обычно в таких случаях рекомендую удалить неромоды, однако этому мешает. Ее состояние держите. Не в курсе, какое состояние. Что у нее есть признаки белого шума. Это способность шаманизма. Мы читали с вами, да? У меня есть такой даже мини-подкаст во время серии. Я не стала это вырезать. Отдельно оставила в серии. Это препятствует внедрению неромодов либо усвоению неромодов. Сара, помоги мне отыскать пропавший пропуск. Либо может наличие души мешает внедрению неромодов. Это очень важная на пропуске метка. Если что-то узнаешь сразу же сообщи. Здесь у нас записка. Дмитрия задержали, как вы просили. Он знал код, поэтому мы сменили его на 1129. Комната для допросов. Я знаю, где эта комната. Она находится в отделе безопасности IT. Чтобы не забыть, я записала себе. А нет, комната для допросов здесь оказывается. Тут первого уровня можно было и так взломать. ой, не надо мне тратить сейчас дробовик-то. Да вообще ничего не надо тратить. надо проверяем. Ну ладно, проверили. Сообщение сотрудника Баузера. Мисс Элазар, не знаю, что я видел, я просто делала свою работу. Теперь я боюсь, что поговорить с вами об этом не удастся. Поэтому пишу эту записку. Не помню, когда в последний раз мне было страшно, но то, что случилось в отделе симуляции, это не выходит у меня из головы. Как бы то ни было, я хочу помочь, а не сидеть сидим в этой комнате. Мне начинает казаться, что люди на станции что-то скрывают. Чем они занимаются в лаборатории психотроники? Никто из тех, с кем я говорил, там не бывал. А у Юрики Муры в кабинете есть нейромоды без номеров. И я подумал, что вам следует об этом знать. В нем сидело существо. Нет, это не этот отдел. А в IT там еще есть у нас. А, там склад. Склад. И еще. Когда мы используем нашу способность концентрацию, мы тратим пси-энергию. Да. против мимиков придется так драться. Не хочу пока тратить патроны. У меня их вообще нет. Так, здесь здесь мы проверили. Дальше посмотрим, где у нас комната для пилотов. Это я себе записала, когда обрабатывала видео, пропустила этот пропуск. Так. дендрарий. Дендрарий. Я не знаю, мы пока еще не нашли. Такой комнаты здесь нет. либо мы еще не загрузили карту отсека. Возможно, этот отдел сейчас как раз разрушенный, и туда мы сможем добраться только через космос. и откатилась хранение. Возможно, повторно здесь что-то собрать нужно. Морк лаборатории психотроники. Мы не можем лезть? Мне кажется, вполне сказать нет. Добрый день, Талос. Давайте вместе поздравим доктора Лоренцо Кальвина, победителя ежеквартального конкурса новаторов. Я хотел проверить вот эту комнату. Тут надо чинить панель управления. Продолжение следует... О, здесь можно, смотрите, я могу пролезть. Да ладно, ты чехош сказать такой толстый. Да и мужик бочком даже пройдет. Тянет животик. Он у нас не толстый. Главный герой. Если надо будет пролезть через такое. Да ладно, прикалываться. Тем более, кто уж у нас это японцы или китайцы, они чуть-чуть поменьше комплектации, чем славянский народ. Такие миниатюрненькие. ну какой фиг нажимания на кнопок, если они не нажимаются. Мы когда взяли дротикомет, нашли, там была инструкция по применению, там написано было, что пригодится для нажатия кнопок. я легла спать после того, как закончила запись видео, и у меня такая идея стрельнула. «Открытка» «Открытка» с помощью им заряда нельзя вырубить вход электронику а вот она чем михалыч смотрите еще нашла вот же открыть да не надо это включать убери оружие она открылась прикиньте а я жду пока будет специфический звук все тут разбросала сейчас соберу свои патроны внимание руководство станции звук странный всем сотрудникам немедленно собраться для перекрыса что ожидать дальнейших распоряжений звук какой-то странный еще очень неприятный ты забыл в принтере карту своего персонажа не забудь мы перенесли игру в рекреационный центр жилой секции на час позже обычного сделай одолжение перед приходом надень улыбку до встречи видите реагирует не только на пальцы а из флексипены может быть дротики они ну похоже на тепло своего рода ведь на тепло реагирует скорее всего экрана это странный звук и мне туда идти не охота крысы мутанты какие-то поселились блин нажала на за это не на x сейчас помрём придется откатывать сохранение на полностью не убили одну единицу оставили жизни нет полностью этим убить нельзя нужно и не лечиться нерамот и набор для улучшения оружия пробить и и вот и и и и Дальше стреляет без перезарядки. Что это за звук противный? Субтитры сделал DimaTorzok